Проблема кислородного обеспечения Одесской области до сих пор никуда не исчезла. В больнице все чаще обращаются к волонтерам с просьбами выделить несколько кислородных концентраторов. За последний месяц функцию поставки кислорода в баллонах для ряда медучреждений на себя взял Приопром «Газ Измаил», который напрямую сотрудничает с Днепровским кислородным заводом. Несмотря на значительную помощь волонтеров, есть постоянные перебои в снабжении. Благотворительный фонд «Корпорация Монстров» продолжает обеспечивать больницы концентраторами. В их так называемом парке в наличии 50 аппаратов. Еще более 30 будут доставлены в ближайшее время. Ранее в фонде планировали адресно поставлять кислородники только больным, но оставлять больницы один на один с кислородным дефицитом не могут. Так называемые домашние концентраторы пациенты используют около двух недель, а затем возвращают их в фонд. Этой услугой воспользовались уже более 20 пациентов. «Вот в воскресенье я 8 штук выдала за день. Это очень пугает, потому что очень много людей обращается. Процедура простая. У пациента должно быть назначение врача обязательно, что он нуждается в подобной терапии. Либо выписка из истории болезни, если это уже выписан со стационара пациент, где тоже должно быть это указано. Мы подписываем договор о бесплатной аренде и выдаем концентратор на дом пациенту, кому нужно вместе с пульсоксиметром, чтобы они могли там измерять». Одним из основных вопросов по борьбе с вирусом является осведомленность населения. К примеру, как часто вы встречаете людей в общественном транспорте в маске? Спустя полгода борьбы с COVID-ом Минздрав запустился украинский холд-центр. Обратиться можно с любого региона Украины бесплатно по номеру 0800-60-2019. Тут вам расскажут об актуальной информации, о главных симптомах и проконсультируют. В МОЗ заявили, что в холд-центре круглосуточно работает 150 операторов. Свою работу он начал 2 ноября. Но на наши вопросы о количестве вызовов и первых суток приема звонков диспетчер отвечать не стал. Данные обещали предоставить в течение трех суток. Если заработает, очень важно. Потому что вот мы сами по себе кул-центр, и люди звонят в 7 утра, и ночью звонят, и растерянные, не знают, что делать, задают вопросы вообще. Ну, мы уже как скорая помощь. Мы не врачи, мы не скорая помощь, мы не можем отвечать на какие-то вопросы. Хотя, как бы, мы стараемся скоординировать человека, что ему нужно сделать. Поэтому такой кул-центр, это очень важно, если он будет работать. И если там будут сидеть операторы, которые реально смогут человека направить по всей стране туда, куда ему нужно идти, вот, это дело хорошее. Количество проблем с кислородом уменьшилось бы в разы, имея одессит и собственный источник воздуха. Об этом долго ходили разговоры, и лишь сейчас процесс двинулся с мертвой точки. Известно, что Одесский припортовый завод готовится получить лицензию на поставку кислорода. Лицензионная комиссия уже получила заявку предприятия. Сбор необходимых документов продолжается. Волонтеры уверяют, между техническим и медицинским кислородом практически нет различий. Вопросы ж цены и наличия необходимых документов. Процесс тяжелый и длительный, но важный для медучреждений и каждого, кто нуждается в кислороде.